Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Честно вам говорю Турчинская епартия Ко мне подошла молодая женщина Как она меняла Помогите мне Вот такими связанами Мне всего 23 года Я так жить хочу Я только что родила младенчика Малипусинку У меня после родов Саркомы живут не больше двух недель Я уже с диагнозом 10 дней хожу Спасите меня Я так хочу увидеть первый шажочек Своего малыша Я так хочу услышать своего мамы Завтра, послезавтра я умру Кого на девчоночке потянет Кого мамочке дадут Нужен мне вообще кому-то Как это спрашивать 23 года Спасите? Мне тебя пусть и программа Я говорю Я не могу тебе помочь Я человек Проси маму Она вот здесь сидела и молилась А я в стороне себя наблюдал и только пулакал Потому что я такой молитвы не видел даже в монастыря И я тогда задал себе вопрос Ну почему мы люди когда-то на грани жизни и смерти Можем вот так помолиться Почему сегодня когда мы с вами не планируем умирать У нас нет такой молитвы И как православный священник Я вам отвечу на этот вопрос Бог создал нас по образу и модели с Ним Образ на голову и тело Образа А подобие И мы к сожалению с вами живем Думая первым О нашем образе Красивая прическа Красивая одежда Красивая обувь Шикарный автомобиль Хороший дом Вкусная пища И все это хорошо Никто не скажет что это плохо У нормального человека Все это должно быть Но это все должно быть на втором плане Потому что придет время Все мы когда-то умрем Закопает наш образ Ищет чуть-чуть времени И он превратится в правый век Ничего Все превратится в рак и пепел Ничего тебе уже там не надо Ни машина Ни дом Только спасение души А зачем же мы тогда живем с вами Задайте себе вопрос Кому сколько Бога спустил? А мы думаем только одна под злом И как православный священник Для души надо жить А для этого надо чаще перецептовать Потому что душа вечная Тело умрет А душа, память и совесть вечная Они пойдут на суд Божий Страшный священник Почему страшный? Потому что справедливо И как впереди пойдет Там ни мама, ни папа не помогут тебе Что натворилось здесь? Вот там, где все придется ответить Как она молилась? Почему это этому внимание уделилось? А для того, чтобы молитва была такая чистая, как у нее Но не перед смертью А у нормального человека Надо чаще ходить церков Чаще исповедоваться Чаще Причащаться Запомните Нету в церкви Креста Это есть лестница Восхождение на небесах И с каждым вашим приходом Вы становитесь на ступенечку выше Прыжите выше на ступенечку Завтра выше, потом завтра выше Еще, еще И с каждым вашим церковным церковным Вы все выше и выше Дальше и дальше От земли От земли От земли От земли От земли И ближе И ближе Держит Бог А Боженька когда увидит Что вы к Нему идете А вам проблемы мешают Вот эти земли Живье Или транспорт Или непорядок Какие-то другие работы Он сами Нас устранит Без вашего вмешательства Ваши пользы Так что бывают Наши проституты Нам вообще ничего делать не надо Даже думать не надо Ни о чем Боженька за нас все Делает и все придумает Только надо жить с ним в душе и в сердце Почему так много внимания Где был мальчик этой женщины Потому что это бедня На следующий день пошла Сделать химиотерапию Хотя бы на 2-3 дня Жизнь родилась С малышом по больнице А в больнице Не сложилась химиотерапия Без этого не взяли анализы Анализы взяли И показали Что мертвое и гнилое тело Превратилось в молодое и здоровое Она полностью инсталилась Я ее Мы там 2 раз проезжали Как она меня Как родного папу Чуть не на руках носила Обнимала Сорвала С малышом Что касается Абонта заболевания Мы 2 с половиной месяца Зовели на Воронеже Чернобыльске Адроза Там 11 лет раньше Дельцы И в последнее время Пробили в Лудске Посетили больше 40 церквей В Лудске и на окраине А потом Поехали Президливали А через 40 дней Вернулись На праздник И в последнее время Президливали Как я был приятно удивлен Когда в течение недели Ко мне подошло Около 300 человек Плакали Глядали Обнимали Целовали У этих людей Один диагноз был на свет И этот диагноз называется Смерть Они предотвечены Они были тонко больные Но после того Как они Приложили За матушку Струкосуточку Они Истрелились Через 2-3 дня Они сдавали аналоги И не пришли Поблагодарить Как дедушка Случились в перепарке Будучи солдатом Великой Отечественник Тяжело конкурженый В области Потерял суд 60 лет Ничего не слышал Аппаратом Даже с этого не пользовался Приложился к иконочке А наука Прослужил Зухом Младенца Босиком В одних трусах Побежал До батюшки Рассказать А батюшка мой хороший друг Я вообще сам полярный ночи Точно И друзья у меня такие И он мне злотик и ледает То есть батя не плачет Да Я не могу без слез Передать чувство радости К этому старика По нему Пронесли Смотрел коллега Он не сладкий А тут сладкий А батюшка В первом городской партии 92 года Тяжело больная Но за свою жизнь Не пропустила Нервную службу По словам Священника В первом городе Пятнадцать лет Как я парализовал И как парализовал Дети и внуки На машине подвезут Бабусь На руке А за руку Мы посадили водителей Минут десять не прошлось Мы в очереди на улице Были Это 92-х лет Я парализовала Насторучка Как на грымях Вылетела на улицу Без картина Без палочки Подлетали Бабусь 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 У меня все Органы болели Сердце Печень Все Почки Я знала Какой Орган Тут как перевернулось Организм 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 Вот Кого вы должны брать Организм Вот так надо Прожить Жить Чтобы Страду Суставить Аналогичные Исключения Волганизм Занучая женщина Постреливши Посадили И дед Она в последнюю сутку Даже сидеть не могла Потеря прошла В сервере Она в последнюю Бабушка Почти Это бабушка Десять День Была Парализована Фельсульством Сегодня Одна Сама Семь километров Пошла Сидеть Луна Ни до детей Ни в аптеку Ни в больнице А пошла Церковь Одна Они же Мне неблагодарные Я их Доминистрами называю Кто-то Тарин Не знает Вот такая семья Подносим Жила Молодые Здоровые Энергичные Денег Бог Зачем им Бог Они сами Как в больнице И твои детей Семь лет И семнадцать лет Два пацана Мальчик Семь лет Семь лет Начал читать и писать Начал делать Семь лет Семь лет Семь лет Семь лет Семь лет Семь лет И вот этим людям Кто-то подарил Вот эту иконочку И сказали Как я учу Предложили Пожалуйста Положите на мальчика Прочитайте Малинку Вы положили на мальчика Иконочку Прочитали Малинку Убирайте Семь лет Семь лет Семь лет Чудо Произошло Дома На глазах у родителей И они не поверили Это чудо Это случайно Сколько таблеток Сколько уколов Утрен и прозрел А за их Неверие в это время Старшему сыну Семнадцать лет Выстакают Дышишки Ширевики Долгу на шею Разрезают И он забрали для рака Господи Раду не пожелаешь Ребенок домой приехал Сюда к маму и папу Семнадцать лет Семнадцать лет Берут эту же иконочку Ложат на него Море оттуда сегодня Море оттуда завтра На третий день Это по-тругому Ни какого рака нету Полностью стелилась Тогда они поняли Почему не руки Звонила Мария Почему талат разгорел На семагазине Там на рынке Почему неприятно С детьми один ослеп А второй чуть не умер Разбрасывался Они взяли эту иконочку Сыновей Пришли в царство Батюшке А батюшка Прям при них Позвонил и рассказал Мне А я рассказываю вам Вот эти иконочки И эти иконочки Десятки тысяч людей слил Женщина У нее муж Куча костей Обтянутой кожей Раз В последней стадии Делайте ему Уколы На врач Обеспалищик Можете колить за 2 недели Здесь место Когда человек Не терпел что нужно Надо Голубков Скоро с лучницей Привезли Скоро с лучницей Привезли Скоро с лучницей Привезли Скоро с лучницей Не ругается Положила И пошла Шпиль Затой Навернул стул Пошла на кухню А через 15 минут Он сам зашел туда А через 3 дня Почел заиналез А женщина Знамя 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 Вы слышали Такая Волос Только Знамя Знамя Батюшка По машине Нет только что Как курира Их Шишка Считовицкая Величная Посмотрите Наверное А парень Кирова Радиокомпания Грузит в нее Машину Батюшка А вас Выдачусь Или я пожел Батюшка Я только что Пока вы были В прямом эфире Влез провода Оголенные Случайно Прожел тебя А така щель была Как палец на руке Рано Скорую вызову сейчас Влазна Влазна И некому икону Если я левую руку Выносил Посмотрите У меня даже Шрама не осталось Дожилось Наверное И сегодня Мы будем Но надо в этом день И надо молиться Есть такое поверение Что сорок дней А служит сорок А два Слова Скоро послушаться Вот и желание сбывается Я уже сокращаю Потому что Мы через полчаса Должны быть Генераторами У нас нету возможности Сорок дней с вами находиться Поэтому Мой помощник Который Он запишет На монастырь Сорок дней Двадцать седьмого числа Двадцать седьмого числа Двадцать седьмого числа Двадцать седьмого числа Икона будет установлена В монастыре С этой праведной Вегеталитной Мужством Сорок дней подряд Монахи будут читать Сорок окрасный Малерты И сорок раз За каждого человека За каждое имя Зажгут Маленькую Вочковую свечечку За пятьсот копеечек Сорок свечек За пятьсот копеек Получается Двадцать гривен Одно имя Мы будем молиться Монахи. У кого есть возможно? Запишите хотя бы Свои дети И родители И больные Мы будем там молиться А вы молитесь здесь Читайте молитву И будем Я в этом уверен Что все наши Боги желания Рассказываются Здоровья Я вам желаю Милости Божьей Милости Божьей Милости Божьей Веры Надежды Любовь И верить в нас Желаю вас Дорогие и родные Кто купил и помнишь Или кто не будет покупать Вот с этой стороны Пожалуйста На эту сторону Подходим Заранее Поклонники 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 Оп 떠� Продолжение следует...